«Эй, что это у тебя там? Щенок, пацаны, гляньте, какой маленький, дай посмотреть». Один из подростков потянулся к мохнатому комочку. «Убери руки. Не дам ты его замучаешь». Лариса крепче прижала к себе щенка. Тот дрожал и тыкался мордочкой в плечо Ларисы. «А ну, дай его мне». Долговязый подросток ухватил щенка за шерсть и дернул. Щенок забился в руках Ларисы и заскулил. Остальные подростки громко засмеялись. «Серега, ты ему клок шерсти вырвешь», — крикнул кто-то из мальчишек. «Пусти», — закричала Лариса. «Что тут у вас раздался за спинами подростковый грубый голос?» Мальчишки оставили щенка и повернулись на голос. «А они у меня щенка отнимают», — пожаловалась. Лариса подошедшему парню, который был немного постарше. «Это не твой щенок. Ты его на улице подобрала». Огрызнулся один из подростков и снова попытался вырвать его из рук девочки. «Отпусти», — крикнула Лариса. «Я нашла, значит, он мой. А ну, оставь девчонку в покое». Высокий парень схватил подростка и отшвырнул от Ларисы. Остальные мальчишки бросились в рассыпную. «Еще встретимся, разорвем на части твоего щенка», — крикнул Серега, и тут же скрылся в кустах. Спаситель сел на скамейку рядом с Ларисой. «А ты чего тут сидишь? Поздно уже с собакой гулять. Этим щенок твой понадобился, а другим, может, и ты понадобишься. Иди домой». Девочка съежилась от его слов. Родители не пустили меня с ним домой. Отец сказал, чтобы отнесла туда, где взяла, потому что самим есть нечего. А он же маленький, погибнет на улице или мальчишки замучают. Они одного кота связали, на дерево повесили и смотрели, как он дергается. «Что бедно живете?» Парень посмотрел на Ларису внимательным взглядом, оценив короткие рукава курточки. Отец деньги у матери ворует и пропивает. И мать терпит, парень покачал головой. Терпит, ругаются часто отец и ударить может. «Я просила маму уйти от него, уехать к бабушке в деревню», рассказывала Лариса, прижимая к себе притихшего щенка. А мать сказала, что он без нее погибнет, сопьется совсем. «Понятно. Это называется выученная беспомощность. Привыкла?» «Значит, твоя мать к пьянкам отца. Не видит выхода, думает, что недостойна лучшего. Боится и не хочет ничего менять. Ага. Она так прямо и говорит, а вы откуда знаете?» Лариса удивленно посмотрела на взрослого парня. Читал. «Один американец в опытах на животных доказал, что люди, как и животные, привыкают к плохой жизни и не хотят ничего менять, не верят, что смогут жить лучше, даже когда появляется такая возможность. Оправдывают свою пассивность. У меня тоже отец пил, бил мать. Она тоже боялась уйти, тянула, пока он ее однажды не убил. Парень вздохнул, Лариса округлила глаза от страха. «Убил?» Срывающимся голосом переспросила она. «Да, отца посадили. Я ему так и сказал, когда его забирали, что, если вернется из тюрьмы, я его тоже убью». Лариса крепко держала дрожащего щенка и сама тоже дрожала. Она не могла представить, что отец может убить маму. Хотя, когда он в последний раз ударил ее, мама упала и ударилась головой о край стола. Отец испугался, а Лариса долго ревела и не могла успокоиться. «А ваш отец вернулся?» Спросила девочка. «Пусть только попробует», — продолжил парень. «Пришлось забыть про учебу. Пошел работать. Ты кем хочешь стать, когда вырастешь?» Поинтересовался парень. «Я не думала еще. Животных люблю», — ответила Лариса, пожав худенькими плечиками. «Значит, ветеринаром будешь. Вот иди домой, учись, потом уезжай отсюда и добейся своей цели. Не предавай мечту и не позволяй никому отнять ее у тебя». Парень поднялся с лавочки. «А щенок?» Испуганно вскрикнула Лариса. «Так давай его мне. Я один живу, не обижу, не бойся». Он протянул руки к щенку, и Лариса нехотя отдала его парню. «А как вас зовут?» — крикнула она ему вслед. Он остановился и обернулся к ней. «А как ты назвать его хотела?» — спросил он вместо ответа. «Каштан!» — выкрикнула она первое имя, пришедшее на ум. «Хорошо, пойдем, Каштан!» И парень ушел у носященка с собой. Лариса смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду. Потом она соскочила со скамейки и поплелась домой. В небольшой ветеринарной клинике шел обычный день. Входная дверь открылась, и в коридор вошел мужчина с крупной собакой на руках. На боку пса была кровавая рана. Молодая девушка в синем костюме встала и показала на стол. «Положите его сюда!» — пес тяжело и часто дышал. «Что случилось?» — мы гуляли с Каштаном. На меня из кустов вышли двое, стали требовать деньги. Я ударил одного, а другой достал нож. Каштан бросился на него, схватил нападавшего за ногу, а тот пырнул его ножом. «Спасите его! Пожалуйста, я любые деньги заплачу!» «Почему Каштан?» — осматривая пса, спросила Лариса. «Девочка одна мне его еще щенком отдала. Родители не пустили ее с ним домой. Она сказала, что хотела назвать его Каштан. Лариса внимательно посмотрела на мужчину, перевела взгляд на раненого пса на столе. «Будем оперировать, а вы подождите в коридоре». Мужчина отошел к двери, но не уходил. Когда после операции Лариса вышла, он тут же вскочил и бросился к ней навстречу. «Не переживайте, все хорошо. Зашила вашего Каштана спит после наркоза. Я оставлю его на два дня у нас. Оплатите в регистратуре операцию и два дня стационара. Ему нужно уколы делать и перевязки. Через два дня приходите за ним или оставьте свой телефон. Мы позвоним. Спасибо большое. Я приду через два дня», — поблагодарил мужчина. Лариса никак не могла поверить, что из маленького пушистого комочка вырос крупный красивый пес, а его хозяин — это тот парень, который отбил их с щенком от подростков. Она помнила его слова о выученной беспомощности. Она сразу рассказала матери и уговорила ее все же уехать на лето к бабушке. А отец остался дома и продолжал пить. Однажды подрался с собутыльниками. Кто-то ударил его бутылкой по голове. В больницу не пошел, думал проспиться, и все пройдет. Но утром он ничего не видел. Соседи вызвали скорую. Отец умер в больнице через неделю. Мать обвинила в случившемся Ларису. Если бы не уехали в деревню, не оставили его одного, ничего этого не случилось бы. После смерти отца мать замкнулась в себе. На Ларису не обращала внимания, иногда за целый день не произносила ни слова. После окончания школы Лариса поступила в ветеринарное училище. В прошлом году мать познакомилась с мужчиной. Тот тоже пил, но не так сильно, как отец, не бил хотя бы. Она ушла к нему, оставив Ларису в их квартире. Но она уже начала работать, справлялась одна. С матерью они до сих пор общались натянуто и редко. Каштан быстро шел на поправку, но хозяин не пришел за ним ни через два дня, ни через три. «Лариса Григорьевна, мы не можем больше держать пса, у нас проплачено только двое суток», — ворчала директор клиники. Лариса забрала Каштана к себе домой. Он грустил, слонялся по чужой квартире, заглядывал ей в глаза, отказывался от еды. «Случилось что-то с твоим хозяином, но он обязательно придет за тобой, вот увидишь». «Нужно есть и подождать», — уговаривала Лариса Каштана. Через две недели они с псом возвращались с прогулки. Вдруг Каштан сорвался и бросился в сторону. Лариса побежала за ним и увидела, как мужчина с перевязанной рукой сидит на земле, а Каштан лижет ему лицо и скулит от радости. «Спасибо большое, что взяли его к себе. Мне рассказали в клинике, дали ваш адрес», — сказал мужчина, подошедший Ларисе. «Вы очень выручили меня. Я попал в аварию на следующий день». Он внимательно посмотрел на нее. «А знаете, я вас вспомнил. Вы та девочка, которую 10 лет назад родители не пустили домой с щенком. Никогда не думал, что мы встретимся. Вижу, девочка послушалась меня и осуществила свою мечту, стала ветеринаром. Я запомнила про выученную беспомощность. Но это не помогло спасти отца, он умер после драки. Лариса рассказывала без сожаления, спасибо вам большое. «Ну что, каштан, пойдем домой». Мужчина сделал несколько шагов в сторону, но каштан не пошел за ним. Он стоял и смотрел то на хозяина, то на Ларису. «Эй, предатель, ты что, ко мне?» Но каштан не сдвинулся с места. Он посмотрел на хозяина и залаял, потом опустил к земле морду и заскулил. «По-моему, вы ему понравились, он не хочет с вами расставаться». Мужчина развел руки в стороны. «Меня зовут Михаил, а вас?» «А знаете что, пойдемте ко мне, вы же только что из больницы, я вас ужином накормлю». «Пошли, каштан». Вместо ответа сказала Лариса и махнула рукой, зовя пса за собой. Каштан подбежал к ней и оглянулся на хозяина. Тому ничего не оставалось, как принять приглашение. Вот такая история, роль судьбы, в которой сыграл каштан. Он щенком познакомил двух людей, а потом снова свел их вместе через 10 лет. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.